Хауди хо друзья! Подвисающая винда это то, чего даже врагу не пожелаешь. Поэтому сегодня я расскажу о том, как реально можно ускорить винду раз в 10. Причем помимо всех базовых приемов я также покажу, как легко вырубить телеметрию, которая не только следит за тобой, но и не слабо пожирает ресурсы компьютера. Но сначала самый главный совет. Поставь лайк, подпишись на канал и обязательно включи колокольчик уведомлений. Поверь, это самый важный пункт из всех. В общем, поехали! И начнем, пожалуй, с чего-то попроще и что сразу даст видимый прирост к скорости. Это отключение ненужных визуальных эффектов, которые ты в 99% случаев даже не замечаешь. Чтобы это сделать, нужно перейти в свойства компьютера, затем перейти в пункт дополнительные параметры системы, затем в разделе быстродействия открыть параметры и здесь поставить на пункт обеспечить наилучшее быстродействие. Затем в этом списке поставить галочки на пункте вывод эскиза вместо значков, отображение прозрачного прямоугольника, отображение содержимого окна и, наконец, сглаживание неровности экранных шрифтов. После этого жмем применить, окей, окей и закрываем свойства системы. Следующее, что нужно сделать, это для пользователей Windows 10 в основном. Переходим в параметры, дальше в конфиденциальность и снимаешь здесь все галочки. Затем здесь тоже, здесь вот галочки внизу, вот они их тоже снимаем. И в последнем пункте журнал действий тоже снимаем галочки. Все, это, во-первых, обеспечит то, что винда не будет на тебя какую-то информацию собирать, отправлять, формировать. А, во-вторых, это не будет съедать, опять-таки, ресурсы компа. Дальше, недолго думая, убираем телеметрию. Процесс этот, в принципе, не совсем легкий, но результат от него будет ощутим. Я же постараюсь все объяснить наиболее доступным языком. Во-первых, нам нужно запустить командную строку. Чтобы это сделать, открываем пуск, вбиваем сюда CMD, ну или в поиск вбиваем, в принципе, если у вас 10 винда, здесь включаем поиск. И здесь вбиваем точно так же CMD, это, в принципе, одно и то же. Запускаем командную строку от имени администратора. И затем здесь нам нужно выполнить три простые команды. Команды эти у меня в текстовом файле здесь представлены. Я ссылку на этот текстовый файл и на все нужные программы для нашего урока оставлю в описании под роликом. В общем, первая команда выглядит следующим образом. Вбиваем ее. Затем следующая команда. Как видите, эти службы у меня уже удалены, но у вас будет написано просто успех. И, наконец, последняя команда. Все, готово. Затем второй этап. Это в редакторе групповой политики нужно отключить некоторые пункты. Опять-таки, этого пункта, то есть редактора групповой политики, нет, например, в Windows 10 домашней. У меня это корпоративное, поэтому у меня здесь все есть. Опять-таки, если у тебя, например, домашнее, то либо иди в Google, посмотри, как у тебя добавить редактор групповой политики. Но это очень муторно. Поэтому легче тебе будет, наверное, либо пропустить просто этот шаг, а либо все-таки поставить более профессиональную версию Windows. В общем, в том же поиске вбиваем GPEdit MSC. И запускаем редактор от имени администратора. Так, ок-ок, на все соглашаемся. Затем здесь в разделе конфигурация компьютера открываем раздел административные шаблоны. Затем переходим в компоненты Windows. И здесь ищем следующий пункт. Сборки для сбора данных и предварительные сборки. Соответственно, здесь ищем пункт разрешить телеметрию. Кликаем правую кнопку изменить и выбираем здесь отключено. Окей. Дальше здесь же ищем пункт OneDrive. Вот он. И здесь на вот этот пункт запретить использование OneDrive для хранения файлов. Жмем включено. Затем на следующий пункт также жмем включено. Ну и, в принципе, это все, что нам нужно сделать в редакторе групповых политик. Затем третий этап, который нам нужно сделать, это отредактировать немного реестр. Опять-таки, через тот же поиск ищем RegEdit. Открывается RegEdit. Запускаем его точно так же от имени администратора. Здесь все, что открыто, просто сворачиваем до вот такого вида, чтобы легче производить навигацию. И здесь нам нужно в пункте HK Local Machine, в пункте Software, дальше пункт Policies, Microsoft, кликнуть на Windows Defender. Здесь справа откроется опция Disable Antispyware, правую кнопку по ней изменить и указываем значение 1. У меня уже стоит 1, поэтому я ничего здесь менять не буду. Если у тебя какое-то другое значение, вписывай 1, жми ОК и, в принципе, можно здесь уже все свернуть. После этого, все так же, оставаясь в ветке Software, переходим по пункту Microsoft, затем в самый низ идем, ищем здесь под пункт Windows. Дальше разворачиваем Current Version, она у меня уже развернута. Дальше здесь ищем, разворачиваем Policies, затем Data Collection и здесь в Data Collection видим опцию Allow Telemetry. Правая кнопка, изменить, и у меня здесь значение 3, а надо вписать значение 0. Это убираем, вписываем 0. Все, жмем ОК и можем закрывать редактор реестра. И последнее, что нам нужно сделать, чтобы окончательно добить телеметрию на винде, это вписать некоторые блоки в File Hosts. Делается это довольно просто. Открываем, соответственно, локальный диск C, затем переходим в Windows, затем в папку System32, затем в папку Drivers, затем в папку ETC, и здесь видим File Hosts. Кликаем на него правой кнопкой, свойства, убеждаемся, что нет галочки на пункте только чтения. Если галочка есть, сними ее и нажми ОК. После этого открываем этот файл для редактирования любым редактором, например, Notepad++. И также тебе понадобятся сами записи, которые туда нужно вписать. Для записи у меня опять-таки вот есть файлик и нужны вот эти записи. Их копируем. Ссылку на этот файлик я также оставлю в описании под роликом. Все, что нужно, будет там. Это все просто берем и сюда чуть ниже, в самый конец этого файла, вписываем. Получается вот такая картина. Там уже что-то было вписано, а оно в конце я дописал все эти записи и просто жмем сохранить. Все. После этого можно закрывать редактор. И телеметрия у нас, в принципе, сейчас полностью заблокирована. Значит, винда ничего не будет собирать, не будет пожирать какие-то дополнительные ресурсы компьютера. Но это не точно. Следующий, уже четвертый шаг, это, пожалуй, исправление реестра и дополнительная очистка через программу CCleaner. Вот эта программа у меня здесь находится. Если у тебя ее нет, ссылку на установочный файл я также оставлю в описании под роликом. Скачивай, устанавливай и пользуйся. Она абсолютно бесплатная и довольно простая. Здесь, соответственно, что я порекомендую сделать. Во-первых, я порекомендую перейти в настройки, затем в пункт дополнительно и нажать здесь пункт вернуть стандартные настройки. Жмем да, программа перезапускается. Дальше переходим в очистку. И здесь, соответственно, так можно во весь экран открыть. И здесь, соответственно, ты можешь отметить то, что не хочешь, чтобы программа очищала. Например, если ты пользуешься браузером Microsoft Edge, то вот здесь можешь, в принципе, снять все галочки. Я им не пользуюсь, поэтому я этого делать не буду. Я пользуюсь браузером Google Chrome, и я не хочу, чтобы CCleaner что-то там у меня очищал конкретно в Chrome. Поэтому здесь, в разделе приложения, с Chrome я все галочки сниму. После этого, в принципе, просто жмем пункт очистка и жмем ОК. Немного подождем. И видим, что было очищено 3 гигабайта целых. В некоторых случаях очищается и 20, и 30 гигабайт. Не обращай внимания, это все системный мусор, который просто у тебя накопился. Затем в этой же программе переходим в раздел «Реестр». Жмем «Поиск проблем». Немного ждем, пока он найдет все проблемы, которые есть в реестре и к текущему моменту. И затем, когда он закончил, жмем кнопку «Исправить». Он предлагает сделать резервную копию. В принципе, можешь сделать, чтобы потом можно было восстановиться, но я этого делать не стану. «Нет». И затем жмем «Исправить отмеченные». 497 проблем он у меня нашел и исправил. Все. Следующий уже пятый шаг оптимизации винды – это, соответственно, очистка автозагрузки. Этот шаг поможет сделать так, чтобы твой компьютер загружался быстрее и после включения, чтобы ты быстрее мог начать за ним работу. Очень у многих людей я видел, что автозагрузка переполнена ненужными программами. Чтобы почистить автозагрузку, тебе понадобится программа «Авторенс» и, в принципе, стандартный диспетчер задач. Первое, что нужно, это открыть диспетчер задач, затем перейти в раздел «Автозагрузка». Это конкретно в Windows 10 так делается. Если у тебя не десятая винда, а седьмая, например, то в пункте «Выполнить» его же можно открыть сочетанием клавиш «Win» плюс «R». Здесь нужно вписать msconfig в седьмой винде и, например, в XP, если кто-то вообще ей пользуется, будет раздел «Автозагрузка». И здесь это все можно будет редактировать. В винде же десятые в диспетчере задач есть раздел «Автозагрузка». Опять-таки, если у тебя диспетчер задач выглядит так, просто нажми «Подробнее». Дальше переходи в «Автозагрузка» и здесь можно, в принципе, состояние дважды кликнуть, чтобы он показал все включенные программы для автозагрузки. У меня, как видишь, здесь ничего лишнего нет. У меня загружается при запуске Telegram, менеджер звуковых карт, у меня загружается Windows Defender, который вообще лучше выключить, но это мы сделаем через программу «Авторанс». У меня загружается RocketDock, загружается LightShot и, в принципе, все. Ничего лишнего. У некоторых людей я вижу, что загружаются целые пачки ненужных программ. И, например, если бы у меня загружался какой-нибудь модем-бустер, сымитируем такую ситуацию, то он мне при запуске не нужен вообще. То есть он просто будет замедлять работу запуска компьютера. Чтобы его выключить, здесь, соответственно, просто правая кнопка «Отключить». И таким образом пройди здесь по всем программам, которые тебе при запуске конкретно не нужны. То есть потом ты их, если захочешь, вручную сможешь запустить и всех их отключи, оставив минимальный набор. Некоторые люди даже рекомендуют вообще все на автозапуске отключать. Но я не хочу, например, потом после загрузки компьютера вручную запускать Telegram, потому что я им активно пользуюсь. Поэтому он у меня на автозагрузке включен. Поэтому если у тебя есть такие же программы, которые ты хочешь, чтобы уже были запущены после загрузки компьютера, оставь их включенными. А все остальные просто отключи. Поверь, это сильно повысит скорость запуска винды. И также я посоветую обязательно пользоваться программой AutoRands, которая показывает вообще все, что только присутствует в автозагрузке. То есть даже то, что диспетчер задач не отображает. Я запускаю ее от имени администратора, это довольно важно. И сразу видим, что у меня здесь на автозагрузке стоит софт, который мне не нужен. Хотя диспетчер задач его не показывал. Допустим, iTunes мне не нужен, вот это мне не нужно, вот это не нужно, потом вот это, вот это. И, например, вот эти программы тоже мне не нужны при запуске, но они у меня сейчас были включены. Но я их выключил. То есть, например, SimpleStick мне тоже не нужен, и это не нужно, и, наверное, ICCleaner мне тоже не нужен, мониторинг. Вот это и все, в принципе. Дальше здесь очень много идут пунктов, связанных с автозагрузками, контекстное меню и так далее. Но самое нужное здесь вверху находится. Поэтому после того, как ты почистил загрузки в диспетчере задач автозагрузки, и обязательно также почистя их с помощью этой программы. Ссылка в описании, не забудьте. И, наконец, предпоследний шаг, который нужно сделать для ускорения винды. Это шаг, который обычно помогает в скорости запуске программ и повышает FPS в тех же, например, компьютерных играх. Это дефрагментация дисков. Чтобы это сделать, просто кликаешь правой кнопкой мыши на один из дисков. Заходишь в свойства, затем в раздел сервис. Здесь видишь пункт оптимизация и дефрагментация. Жмешь пункт оптимизировать. Открывается оптимизация дисков и выбираешь один из своих дисков. Например, я хочу оптимизировать свой диск E. Просто кликаю на него. И здесь можно либо сначала проанализировать ситуацию, насколько там фрагментация, на сколько процентов, либо сразу произвести дефрагментацию. Я обычно рекомендую, если особенно вы некоторое время, там месяц, два, три не делали дефрагментацию, или вообще никогда не делали, сразу начинать дефрагментацию. Поэтому жмем оптимизировать, после чего начинается процесс анализации, а затем дефрагментации. Этот процесс может занять и два, и три, и даже пять часов в некоторых случаях, в зависимости от того, насколько сильно фрагментирован ваш диск. Поэтому оставьте этот инструмент, и можете чем-то еще заняться за компьютером, но это не особо рекомендуется. Поэтому этот процесс лучше оставлять на ночь, когда компьютер ничем не занят. И, наконец, последний, седьмой совет, это, конечно же, удаление ненужного софта. Потому что, когда я проверял некоторые компьютеры, когда оптимизировал, например, друзьям и так далее, я видел, что у них установлено на компе просто огромное количество софта, которым они даже не пользуются. Более того, о котором они даже не знают. Чтобы удалить софт на винде, нужно в пуске перейти, соответственно, в панель управления. Если у тебя нет там панели управления, то просто в поиск зайди и впиши сюда панель управления. Заходишь сюда, дальше в разделе программы видишь пункт удаления программ. Кликаем на него. И, соответственно, что здесь нужно сделать? Здесь нужно с самого верха по списку вот так идти, идти, идти и удалять все программы, игры, чтобы это не было, чем ты уже не пользуешься. Например, я когда-то давно устанавливал игру экзанима, которой уже давно не пользуюсь и о которой забыл. Поэтому просто жму удалить и удаляю ее с компьютера. Все, готово. Уже компьютер будет работать более быстрее, легче и так далее. Соответственно, когда я оптимизировал компы своим друзьям, я удалял примерно по 20-30 программ за раз, которыми они не пользовались и о которых, возможно, даже не подозревали. Такое бывает, и это грузит за зря систему. Поэтому лучше удалить все, чем не пользуешься, когда нужно установить, если это понадобится. И на этом, пожалуй, все. После применения всех советов, о которых я только что рассказал, твой компьютер начнет работать ну не меньше, чем в 2-3 раза быстрее. В некоторых случаях ускорение достигает невиданных масштабов. То есть до оптимизации компьютер сильно подвисал, а после оптимизации начинал работать довольно шустро и резко. В общем, как-то так. Надеюсь, советы тебе помогли. Ну и в конце хотелось бы кое-что также добавить. Небольшая полезная инфа. Если у тебя совсем слабый ноутбук или компьютер, например, или нетбук вообще, то тогда рекомендую тебе установить Windows версии 8.1 RT. Потому что с ней у тебя компьютер сам по себе будет очень резко работать. Затем нет смысла устанавливать, например, Windows 7 вместо 10, чтобы все было как-то более нормально, стабильно и резко работало. Потому что в той же Windows 7, особенно на последних апдейтах, уже появились свои определенные проблемы, с которыми также придется разруливать. И, наконец, не используй программы типа Vice Care, TuneUp Utilities, DWS Lite и все подобное. Потому что реальной ощутимой пользы от них практически ноль. А на этом, да, пожалуй, все. У микрофона, как всегда, был Хауди Хо. Не забывай подписываться на канал, ставь свои лайки, пиши комментарии, включай колокольчик и пусть твоя винда не подвисает.